ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он, по сути, скажем так, волновал наши умы, назовем это так. Безусловно, после замечательного выступления наших девчонок во Франции, к сожалению, серебра, а не золота, хотя мы все очень хотели, чтобы наша команда наконец-то взяла европейское золото в гандболе, чего нам никак не удается сделать. Пришла очередь мужчин, и здесь, ну, что называется, сам Бог велел поговорить о мужском гандболе. Владимир Саманович Максимов у нас уже был в студии, а теперь у нас практически еще, ну, почти уже практически действующий гандболист Михаил Чапурин, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах. Это последняя наша олимпийская медаль на данный момент времени. С тех пор у нас, к сожалению, в мужском гандболе таких успехов нет, но мы, тем не менее, все-таки надеемся на лучшее будущее. Михаил, я вас приветствую. Добрый день. Здравствуйте. Начнем с конца. Сборная России против сборной Франции. Матч, безусловно, который для нас все решает. Не только он, но тем не менее. А вы последние два года своей карьеры как раз во Франции провели. Ну, давайте, наверное, о шансах. Начнем с шансов и вообще, в принципе, что на сегодняшний день можем ли мы соперничать с французами. Безусловно, можем соперничать. В принципе, игра с Германией как раз это показала. И учитывая, что та же сборная Германии сыграла за сборной Франции в ничью, и французы спасались на последних секундах. То есть сыграть можно, нужно. Я думаю, что ребята сегодня выйдут и отдадут все силы. Вообще, вот по ощущению, я смотрел игру с Германией, я честно признаюсь, да, я абсолютнейший болельщик. Я ничего не понимаю в гандболе с точки зрения специфики игры. Но даже визуально, глядя на гандбол, скажем, начала 21 века и нынешний гандбол, вот возникает ощущение, что защита стала настолько непроходимой, что вот когда смотришь, как ребята пробиваются сквозь эту защиту, уже вот ощущение какого-то вот, ну как будто, знаете, как вот каре пехотное стоит, и через него пробиться там даже на коне невозможно. А уж так тем более. Это действительно так? Да, действительно, тем более французы всегда делали ставку в последнее время на атлетизм, мощь. И если вы обратили внимание, французская сборная, ну практически можно в любом глянцевом журнале снимать. То есть ребята все достаточно... Ну вы уж, извините, не приподняйтесь, на вас ты смотришь, тоже можно снимать. Спасибо большое, конечно, за комплименты. Просто как раз те два года работы во Франции последние, и, ну, скажем так, близко познакомили с их работой, и они, скажем, из тренажного зала практически не вылазят. То есть каждый день у них тренировка в тренажном зале. Наравнее с подвижностью, там, с какими-то игровыми аспектами. Но физическим упражнениям они уделяют очень большое количество времени. То есть фактически уже без мышечной массы в гонболе никуда. Ну да, есть индивидуумы, конечно, это не всегда. Гонбол у нас очень демократичный вид спорта, да. Но сейчас, конечно, атлетизм играет очень большую роль. То есть мальчикам, я не знаю, вот таким вот худеньким юрким уже так просто не пробиться, да? То есть уже наступают времена Александров Тучкиных. Наверное, я говорю в целом, индивидуумы есть. Тем более у нашей команды есть ребята не совсем мощные, скажем так, по самому телосложению, но при этом они достаточно быстрые. То есть быстрота, атлетизм – залог успеха в современном гонболе. Так вот, возвращаясь к тому, что было и тому, что стало. Вот даже со времен Афин, если взять, да, сколько, 14 лет прошло, даже уже 15-й год пошел, да, гонбол изменился. А он меняется каждый год. Во-первых, вносится изменение в правила гонбола. Они не существуют, но все же. Конечно, гонбол стал сейчас, скажем так, ну, немного помягче, чем был. Помягче? Помягче, да. Потому что появилась такая карточка цвета синяя. Поэтому тут судьи на всех семинарах учат и готовят к тому, чтобы они пресекали любую возможную грубость. Да, сейчас грубости стало гораздо меньше, это видно. Но ребята играют достаточно жестко. Французы всегда играют жестко. У них чемпионат такой, что нет проходных матчей вообще. То есть там даже, ну, сейчас лидер, да, французского гонбола, гонбол посажая, выходит на каждую игру, и ни одного очка просто так им не дается. Ребята с первой до последней минуты играют в очень такой динамичный, атлетичный и жесткий мужской гонбол. И я подозреваю, что равно как и в баскетболе, все больше и больше, как это сейчас принято говорить, афроамериканцев, то есть чернокожих ребят, да, темнокожих, мощных, да, с хорошей мускулатурой, так же, как и в баскетболе, да? Да, безусловно, французский спорт вообще, он как бы... Темнеет. Очень, да, так потемнел, можно так сказать. А их особенности физиологические, мы их все прекрасно знаем. Конечно. Поэтому наравне с ними сражаться в каких-то физических аспектах тяжело. Мы можем взять их только головой, умом, мышлением. Ясно. Заметьте, не я это сказал, да. Нет, ну я шучу, на самом деле так всегда было. То есть если иметь в виду физические данные, то взять любой вид спорта, вот, то там как раз представители африканского континента и американского континента, они всегда, так сказать, превалировали. А если иметь в виду такой, может быть, чуть более, ну, назовем так, интеллектуальный гандбол или интеллектуальный баскетбол, то тут, в общем, мы пока еще можем соперничать и даже вполне себе успешно. Возвращаясь к гандболу, скажем так, в целом, вот эти последние два года во Франции, я ведь, ну, скажем так, наверное, на настоящий момент времени так уж много у нас легионеров, вот особенно в последнее время, кто играл в Европе. В общем, вы, наверное, один из немногих. Тяжело было? Да нет, не могу сказать, что было тяжело. Во-первых, ну, достаточно большое количество времени я играл в сборной команде России. Это мягко говоря. И, в принципе, все ребята, которые в той же Франции играют, были мне знакомы так или иначе. Да, и никаких проблем. А язык? Язык, ну, вот единственная была сложность, это язык. Но мне повезло. Команда, в которой я играл Еври, там был тренер, он серб по национальности. А так как я два года играл в Македонии, в Македонии и Сербии практически по-братимы, да, и так называемый балканский язык более-менее освоил, поэтому мне было полегче. Но все равно, так или иначе, на протяжении этих двух лет французский язык пришлось подучить, потому что ребята в команде все равно все общение только на французском языке. Ну, и потом надо же как-то что-то передвигаться надо, да? Конечно. Одним кумал-саважа не отделаешься, да? Ну, безусловно, конечно. Надо состализироваться, общаться, да элементарно сходить в магазин, понимаете? Как бы не каждый в французском магазине разговаривает даже по-английски. Да не каждый в французском магазине разговаривает по-французски, я вам больше скажу. Да, вы абсолютно правы. Особенно в последние годы. Да, да. Это да, это бесспорно. А вообще жить во Франции понравилось? Было, скажем так, непривычно. В первую очередь у них очень много всяких таких бюрократических, нельзя как препонов назвать это, то есть там без бумажки ты практически… Да, даже не то, о чем мы подумали, да. Да, не за чем мы подумали, да. Нет, начались… Ну, то, что плавает в сене, я имею в виду. Да, 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 там много всего плавает. Да, там много всего плавает, да. На самом деле проблемы начались с того, что менталитет разный, да, соответственно. Ну и подход. В том клубе, где я играл, проблемы начались с того, что было необходимо жилье снять, да. Ну да. То есть, в принципе, договоренность клуба была, что они оплачивают жилье, но возникла вторая проблема. У них, чтобы снять квартиру, нужно собрать досье на себя. То есть у тебя должно быть три последние зарплаты во Франции, причем налоговая декларация, документы и все остальное. Ну, учитывая, что я только там приехал, и, соответственно, у меня этого не было ничего. И не могло быть. Да, документы у меня были на оформлении, налоговая декларация, соответственно, тоже. Да, да. И три последние зарплаты во Франции соответственно. И вот с этим тренером-сервом, спасибо вам большое за это, мы обошли не знаю сколько агентств, в некоторых просто спрашивали, у вас какой контракт? У них есть два вида контракта, постоянный и временный. Если постоянный, вопросов нет. Квартиры сдают даже работникам даже самых низкооплачиваемых профессий, потому что у него постоянный контракт. Ну, стабильная зарплата. Да, это гарантия. Вот там во Франции, ну, свои законы, скажем так. А у меня контракт постоянно быть не может априори, потому что спортсмены, срочный договор, как бы, и никакого другого. И некоторые агентства говорили, срочный, до свидания, даже не будем разговаривать. И нам повезло, можно так сказать, мы наткнулись на любителя гонбола. И он, к слову говоря, мой тренер, который у меня был в Франции, он играл в Монпелье в тот период, когда Монпелье выиграл Лигу Чемпионов. И он помнил тот момент, хотя был достаточно молод, это, я говорю, про агента. И он узнал, да, конечно, конечно, я все понимаю. И вот при помощи него мы нашли первую квартиру в удивительном месте, через дорогу от Диснейленда. Это было шикарно. Да, главное, как близко. Да, да, но ерунда, что до работы ехать. Час минимум, а то и больше. Да, да. Но, с другой стороны, детям было просто великолепно. Они были счастливы. Да, то есть там годовой абонемент покупаешь. Да, так и было сделано. Первая покупка в Франции – годовой абонемент в Диснейленд. То есть они каждый день там? Каждый день, да. Там все эти аттракционы. Дочь бы забирала младшего. Говорит, сюда мы гулять. Я говорю, куда? В Диснейленд. А куда еще идти-то, да, там чистое поле, да. Нет, я согласен, да. Нет, у меня администратор, там народу огромное количество, да. Так бы все, ничего. Ну да, бывало. А второй год мы уже немножко пообвыклись, обжились, обзавелись трехмесячной зарплатой, документами, всем остальным. Да, уже можно было спокойно. Переехали в Париж. Переехали в Париж, но переехали в Париж не потому, что там надо было переезжать. В Париж именно, а просто детям нужно было идти в школу. Ну и, соответственно, со школой тоже были небольшие проблемы. А школу какую? Французскую? Ну вот, у них, да, там по закону, неважно какая национальность, ты идешь в французскую школу, и вот эти все трудности языкового барьера преодолеваешь уже в процессе. Самостоятельно? Самостоятельно, абсолютно верно. А как? Для нас с женой тоже была загадка. Мы тоже долгое время думали, как это вообще будет и что это. И причем школы направляют в префектуре. То есть мы жили в городе, в этой городе сказали, вот в эту школу идет ваша дочь, в эту школу идет ваш сын. А нельзя в одну, да? У них там, ну, начальная школа и средняя школа в разных зданиях, абсолютно. Но у нас было еще интереснее, они были в разных городах этого региона. Ну, да. Ну, то есть свои такие... И ничего не сделаешь с этим? Если хотите, пожалуйста, платная, в платную школу нужно было записываться год назад, потому что, ну, там все там делается за год. А со стороны это все так не выглядит? Со стороны выглядит все замечательно. И кто, знакомые там, друзья, кто слышали и знали, что мы уехали в Францию, думали, ну, все, они уехали во Францию, там, как сэр в масле. Ну, да. Да. Поэтому было принято решение перейти в школу посольства Российской Федерации. Ну, да. То есть, да. Ну, вышли на контакт. Обычная школа, да. Да, встретились с директором. Большое спасибо, что он пошел на встречу. И именно по этой причине мы переехали. И второй год мы жили уже в Париже. Буквально там 500 метров от Триумфальной арки у нас. Просто прошкола находилась недалеко, поэтому там, конечно, пришлось пожертвовать квадратными метрами, но... За что, тень, ты после урока гуляешь по Елисейским полям. Да. Да. Мне до супруга тоже очень была довольна. Большое. Сходила по Риждоле поперек, ей тоже очень нравилось. А до сих пор, когда возвращаемся, там осталось много друзей. Опять же, из посольства в том числе. Возвращаемся когда в Париж, встречаемся, гуляем. Конечно, есть такие небольшие приятные ощущения, ностальгия даже, можно сказать. Любимые кафе. Безусловно, да, любимые улицы. Хотя, нельзя сказать, что они прям такие идеальные, но... Нет, безусловно. Какая-то такая атмосфера, вот именно атмосфера. Но, скажем так, даже сами французы, парижане уезжают из Парижа. Во-первых, потому что идет миграционное засилие этих всех, особенно центральной части Парижа. Да. Да, и они сейчас больше акцент делают на пригород. То есть покупают, и небольшие городки уезжают, и там живут, и ездят на работу. А в Париж, в лучшем случае, да, на работу. Для, я не знаю, ну, в данной ситуации, да, не совсем логичный пример, то есть не совсем корректный, потому что вы до этого уже успели поиграть за границей, но все-таки, тем не менее, заканчивая вот эту тему, сам по себе быт и устройство клуба, скажем так, они отличаются, вообще отличались принципиально чем-то от того, как устроен гандбол, ну, например, в России, да, тем более, что мы сейчас потом поговорим о развитии российского гандбола и московского, поскольку вы вице-президент федерации гандбола в Москве, да, отличаются чем-то вот принципиально, что-то они делают по-другому. Ведь я почему задаю этот вопрос? Потому что, естественно, нам со стороны, журналистам, всегда хочется понять, почему было так, а теперь вот так. И если стало вот так, тут же дело не только в том, что у нас раньше вот были гандболисты вашего уровня, а теперь их по какой-то причине там нет, да, но что-то же мы, значит, неправильно делаем, а неправильно. Ну, мне кажется, ответ на поверхности, никакой не секрет, что любой большой гандболист был ребенком. Не только гандболист, скажу вам даже, блюдо. Ну, я имею в виду, раз мы говорим о гандболе, да, был ребенком, и необходимо как раз этот кластер выстраивать, именно детского спорта. Сейчас мы как раз очень плотно занимаемся в Москве именно этим. Что они в детском гандболе? Почему у них дети идут в гандбол? Потому что, чтобы на улице не бегать? Ну, во-первых, это такая, можно сказать, государственная политика у них. То есть поддержка сумасшедшая со стороны популяризации, опять же. Ну, уровень сборных команд. Раньше, понятно, мы были на Олимпе, да? Сейчас немножко мы наши позиции потеряли, сейчас Франция на Олимпе. Ну, конечно, массовость. У них просто колоссальное количество. В гандболе массовость, в теннисе массовость, в гандболе массовость, там, в баскетболе, наверное, массовость, так или иначе, детей хватает, секций хватает. То есть, в принципе, мы так плавно переходим к нам, детей у нас не меньше, чем в Париже, да? Чего у нас меньше? Секций? Тренеров? Нет, секций у нас достаточно, тренеров достаточно. Наша основная проблема, мы немножко не успеваем за теми вашими перечисленными видами спорта, футбол, баскетбол, хоккей. Мы можем набирать детей с 9 лет. То есть, раньше мы детей набирать не можем в секции гандбола. Почему? Из-за физических? Нет, это у нас программа спортивной подготовки, вида спорта гандбол. В ней указано, что раньше 9 лет игрок заниматься гандболом не может. А почему? Хороший вопрос, мы на него разыщем ответ. Но там много аспектов, на самом деле, складывается. Вплоть до того, что ворота являются объектом повышенной травмоопасности. А спортивная гимнастика, значит, не является предметом повышенной травмоопасности? Там несчастные дети, которые, да. К сожалению, есть такая проблема. И с условием того, что в Москве, ну и только в Москве, в России, спорт отделили от образования, для нас стала вторая большая проблема – это набор детей из школ общеобразовательных. Ну, конечно. То есть тренеров просто не пускают в эти школы, потому что школы сейчас занимаются сами. Секции ведут, занимаются… Ну, это же профанация, извиняюсь, их секции чаще всего, да? Это же не секции, мы же понимаем. Ну, мы с вами понимаем, а кто писал, наверное, какие-то законы, они с ним это понимают. А, то есть вы тоже сталкиваетесь со странными людьми, да? И куда без этого? С инопланетянами. Есть такое дело, поэтому тут проблема в этом. Ну, основная проблема, а так… То есть я правильно вас понимаю, что если раньше, во все времена, и много у нас спортсменов было в студии, уже там на вторую сотню счет пошел, и мне кажется, что и с вами вполне возможно та же история случилась, когда вы сидели на уроке, пришел тренер в школу и сказал, приглашаю в секцию гандбола, баскетбола, волейбола, нужно подчеркнуть, да, там, какой тренер пришел. Борьбы там и всего прочего, да, сколько у нас борцов, там, рассказывали эти истории. Там, одного пригласили в секцию греко-римской борьбы, второго в секцию вольной, и они еще думали, куда пойти, да, потому что тренеров много пришло. А сейчас тренер придет, его просто не пустят в школу. Да, это зачастую так замечается. Феерическая история. Только по какой-то личной договоренности с директором, да, каких-то отношений их добрых можно… У которого нет секции в школе, наверное, просто. Ну, скажем так, есть директоры, которые идут навстречу, да, несмотря на то, что у них есть секции свои. Ну, ладно, так уж и быть, там, приходите, но вот это, вот это, вот этого не трогайте. Даже такое бывает. Ну, это, не знаю, можно об этом говорить, нет, но это жизнь. Мне кажется, об этом нужно говорить. Это же ситуация, которая… Мы же говорим не о вреде чему-то, а наоборот, попытки исправить ситуацию, как бы сделать ее более логичной и естественной. Пока обратно не соединят спорт с образованием, к сожалению, так и будет. Во Франции, как раз, образование со спортом идут рука об руку. И все спортивные занятия школьные проходят в спортивных залах профессиональных, где занимаются профессиональные команды. И, кстати говоря… То есть нет необходимости держать физрука в школе? Ну, по большому… Нет, у них есть физрук свой, у них есть. Они просто на все занятия ходят, ну, в основном находятся все школы вокруг этого зала, и они ходят в этот спортивный зал. Либо в этой школе общеобразовательный есть зал, который соответствует всем стандартам мировым, в том числе и гонбольным. Потому что, ну, к сожалению, опять же, я возвращаюсь к Москве, у нас найти в школах зал с размером 40 на 20 днем с огнем. Мало того, если зал, то это значит стены, банкетки стоят, там маты сложены, вот там действительно, да, шаг в сторону, и ты улетел куда-нибудь там в окно, да, или в батарею. Поэтому тут единственный способ – это снизить возраст и начинать заниматься не большим гонболом, да, а начинать, ну, так называемым мини-гонболом. Ну, что тоже неплохо, само по себе, в конце концов. По крайней мере, хотя бы есть какие-то идеи, и мы хотим вот их сейчас немножко воплотить. От чего это зависит? В первую очередь нужно… Я уже как к чиновнику к вам вращаюсь, да. В первую очередь нужно поменять программу спортивной подготовки. То есть пока мы не поменяем программу спортивной подготовки, у нас не будет, скажем так, оснований запускать эту ситуацию в школы. Ну и, соответственно, вернуть образование к спорту. А это можно сделать на уровне одного города, скажем? Или нельзя? Я думаю, что это было сделано на уровне России, поэтому я думаю, что это возвращать тоже на уровне России надо. Ну да, потому что в конце концов, да. Ну просто я имею в виду, что когда начинаешь думать о том, что какую-нибудь локальную задачу хочется решить, понимаешь, она все равно глобальная. Она разрастается до размеров всей страны, и да, ничего не сделаешь, как, собственно, и везде. А детей достаточное количество? Ну то есть вот хорошо. Сейчас пока, да, как я говорю, вот эту часть протокола не заносим. Мы говорим о том, что вот ребенку исполнилось 9 лет. Вот есть у нас пласт 9-летних детей. Ну как бы есть приток? Не люблю я этот официальный язык. Ну есть, есть приток детей. Но опять же, вы знаете, все равно зависит. Скажем, ну нельзя, наверное, так пройти, говорит, но материал, тренер берет материал. Ну конечно. И он лепит из него, скажем так, какой-то такой большой, даже не результат, а статую, да, красивую, которая должна в дальнейшем всех покорять. Ну и, соответственно, от того ребенка, который пришел, зависит какой будет результат. К сожалению, все сейчас, бум, хоккея, футбола, даже баскетбола с волейболом, мы как бы немножко от них отстаем. Может ли в этой ситуации как бы повлиять на нее профессиональный гандбол? В той же Москве там или, ну, в Подмосковье, понятное дело, там есть чеховские медведи там и так далее. Ну вот я имею в виду, что эти вещи, они ведь имеют обратную зависимость. Когда мы говорим о гандболе, мы говорим о том, что вот там двухтысячные годы наша гандбольная сборная там блистала, гремела и так далее. Популярность гандбола была другой, а гандбол, главное, был на слуху. Сейчас он находится ниже, причем в первую очередь ниже футбола и хоккея. Баскетбол тут тоже, у меня много вопросов по этому поводу. Но если мы говорим о профессиональном гандболе, скажем, если мы представим себе, что команда опять начала побеждать или начала достигать результатов, это поможет тому, чтобы больше детей с лучшими физическими данными пошли именно в гандбол, а не в какой-то другой вид спорта. Ну, конечно, если, ну, наверняка знаете, что в Москве вернулась наконец-то за долгие годы команда большая, которая участвует в Суперлиге, Спартак Москва, да, и сейчас люди, приходя на матчи, это гандбольная команда, хотя бы даже понимают и знакомятся с этим видом спорта, потому что многие до сих пор не знают, что это такое. Но это, мне кажется, так было даже еще, когда я занимался ребенком, и когда спрашивали, каким спортом занимаешься, говорили гандбол, все делали такое удивленное лицо. Еще было такое выражение «ручной мяч». Ну, «ручной мяч» как бы еще более-менее, а вот гандбол – это все, это тупик. Либо мяч в форме яйца, либо в воде, ну, это что-то такое всегда было. Поэтому и сейчас такая же тенденция сохраняется, к сожалению. Может быть, еще проблема, даже не проблема, наверное, мешает то, что Москва – это огромный мегаполис, и много различных видов спорта представлено в Москве. И у каждого те же проблемы? Ну, почти у каждого. Да, ну, есть топовые виды спорта, назовем их так, да, тот же футбол, тот же хоккей, тот же баскетбол, да. Понятно, что люди, теннис большой, люди смотрят, ага, ну, и, соответственно, самая главная ошибка родителей, которые приводят детей, они сразу приводят его, чтобы из него сделали олимпийского чемпиона. И это вот прям родители, хоккей, так, ребята, ага, хоккей, НХЛ, много денег, все, супер. Ребенок, каждый родитель для своего ребенка хочет, соответственно, хорошего будущего, да. Ну, и, соответственно, где, в каком спорте хорошее будущее. Но только забывай, что из этих многих... Что чем более популярный спорт, тем выше конкуренция. Да, да. И, соответственно, подводное течение тоже выше. Конечно. Не будем забывать об этом, это, к сожалению, сплошь и рядом тоже происходит. А, ну, это, вероятно, и в гонболе тоже есть подозреваемые. Нет, в гонболе такого... Гонбол в этом плане чистый вид спорта. У нас... Никаких подкаток там и прочего. У нас, знаете, если какой-то такой талант находится, или... У нас, в принципе, сложно найти людей, из которых вот прям вот видно, что из них будет там какой-то супер игрок мирового уровня. Если вот так представить, начать карьеру с какого-то года, говоря о вашей карьере, и понимать, что вот это потом вы стали бронзовым призером Олимпийских игр, обладателем Кубка, обладателем Кубка, сначала чемпион мира среди юниоров, да, по-моему, а потом стали играть за границей и так далее. Вот сложилась вполне себе красивая, яркая очень карьера содержательная. Какое главное качество, на ваш взгляд, профессиональный спортсмен или даже просто парень молодой или там совсем подросток должен в себе воспитывать для того, чтобы потом получилось? Вообще вот это главное качество в жизни, оно какое для мальчика? Ведь, почему спрашиваю? Потому что, как вы сказали, да, все приводят, вот этот точно будущий, Лавров там и так далее, Чапурин, неважно. То есть я имею в виду, а совершенно не факт, что нужно вложить в ребёнка, на ваш взгляд, чтобы из него потом что-то получилось? У меня с ним приходит в голову слово терпение. Первое. Безусловно, терпение, но терпение, нужно ставить цель. Постоянно ставить цель. Но нету, не про олимпийское золото. Поступательное. Я просто по себе знаю, я на собственном примере могу сказать, у меня было несколько этапов в жизни, когда я думал оставаться, либо уходить. И всегда я ставил цель. Если я достигаю эту цель, я остаюсь. То есть если я не достигаю, смысла никакого нет. Ну, это я поговорю про себя. То есть в первую очередь, я думаю, что и в обычной жизни цель – это то, что необходимо человеку для роста. Конечно. А уже терпение вытекает из этого. То есть идти к своей цели, несмотря на какие-то сложности, травмы. Ну, всё, что угодно в жизни может быть. И там козни, злопыхатели и всё остальное. Тут, ну, это опять же, мы возвращаемся, всё бывает. Поэтому терпение, абсолютно правильно высказали, терпение необходимо. Терпение уметь перебарывать себя, своё «не могу», «не хочу», «не буду». Это, да, наверное, основное. Вас жёстко воспитывали в этом смысле? Вы имеете в виду в команде или в семье? В семье и в команде. Ну, наверное, для начала в семье. То есть это же не тоже так вот откуда-то не берётся. То есть призёры Олимпийских игр, там, большие чемпионы, большие спортсмены. Просто так вот откуда-то эти качества не берутся. Их надо воспитать. Ну, это, мне кажется, такой собирательный образ, должно быть. Это начинается, безусловно, в семье. И потом, если ты попадаешь в правильную команду, а я попал в правильную команду, это было Кунцево, где я начинал играть. И вот эти традиции. Я попал туда 17-летним, ну, юнцом, можно сказать, да. И ребята были достаточно взрослые там. И я не почувствовал какого-то, ну, что я там, ну, молодой пришёл тут. Ну да, вы первые появились, да. Да, то есть я пришёл, и я почувствовал себя полноценным членом этой команды. И спасибо большое этой команде, которая во многом воспитала во мне те качества, которые помогли мне добиться того, чего я добился. Это некий общий ответ. А если бы брать частности, что, как это воспитывается, это должна быть, ну, всё равно же в команде свои законы, в семье свои законы. Нужно, чтобы что-то вкладывалось, говорилось, что. Мне вот, знаете, как это, хочется рецепта, да. Хочется рецепта, да. Да, как это у вас было, вот ваш вот собственный рецепт. Вам говорили, там, пойди и сделай, там, я знаю, не сделаешь, там, на горох, вот. Нет, не угрожали никогда, но сказали, если ты взялся, будь любезна, это делать. То есть бросать на полпути, это не… Или не берись. Или не берись, да. То есть вот ты выбрал этот вид спорта, прыгайте от вида спорта к виду спорта. На начальном этапе, да, это допустимо, первый год, ну, может быть, второй. Потом, если ты уже выбираешь вид спорта, это ты должен идти. И многие люди, ой, я сегодня устал, не хочу, опять же, перебарывать. Опять преодоление. Ну, это, мне кажется, нормальное качество. И опять же, в семье, если это поддерживается и воспитывается именно в этих традициях, ну, мне это воспитали, да. Возможно, сказалось то, что у меня там отец в органах работал. Ну, наверное, ну, конечно. Поэтому у меня тоже был выбор там в возрасте, ну, как раз 17 лет, когда заканчивал школу, либо продолжать играть в спорт, либо уходить… В органы. По стопам родителей, да. И вот тогда были, в Москве проходили всемирные юношеские игры. И я себе поставил цель. Если попадаю на эти игры, игры в сборную команду России, чтобы принять участие в этих играх, я остаюсь. И вот тогда мы попали, мало того, я стал капитаном этой команды, и мы выиграли все юношеские игры, и так вот пошло, 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 пошло. Уже в органы не хотелось. Ну, да, там были какие-то там моменты, может быть, потом, но в любом случае… Нет, ну, это достаточно жесткое воспитание, то, о чем вы говорите, так или иначе. Знаете, я и своим детям говорю, если ты за что-то берешься… Вот, заказнили. Если ты за что-то берешься, ты будь любезен доделать это до конца. Если ты не можешь, ты лучше не берись. Если уверен, взялся. Ну, с дочерью, как бы, понятно, немножко по-другому. А сын тоже сейчас занимается гонболом. Но, опять же, он начал заниматься гонболом во Франции, просто когда мы вернулись сюда, вроде как вопросу не стояло, куда его отдавать. Сколько ему лет? Сейчас ему 9 лет как раз, но проблема… Даже не проблема, ситуация… Он начал заниматься во Франции, когда ему было 6. То есть это… А, то есть к 9 он уже многое умеет, да. Ну, так или иначе умеет, да. И когда приехал сюда, он занимался со старшими ребятами, потому что… Ну-ка, смысл, там тебя только начинают, конечно. Да, да. Поэтому только так, я говорю… А не давят на него, так сказать, папины медали? Как-то он мне пришел, сказал, папа, это правда ты чемпион по гонболу? Я говорю, да. А, ну ладно, и пошел. То есть, как бы, он такой человек, он… То есть вы хитро запихнули его в гонбольную секцию во Франции, не говоря ему о том, что папа гонболист. Нет, он знал, что… Как он не знал, он гонболист, он приезжал на игры. А, он не знал, что чемпион. Ну, он не давал этому какое-то там понимание особое. Как зовут сына? Тимофей. Тимофей, не смотри эту программу. Вот. Ты будешь знать многое, чего тебе пока знать нельзя, да? Нет, ну сейчас он же повзрослел, он более-менее так уже там все равно вопросы задает, ну, с ребятами встречается, играет все равно, и приезжает, и по должности все равно поищает какие-то соревнования. То есть ему говорят, а ты однофамилец или ты, да? Ну, да, были такие там случаи, скажем так, курьезные, да? Но в любом случае он относится к этому, ну, без каких-то там надежд, что вот там мне помогут. И он даже об этом не думает. Тут другое. Тут не то, что помогут, а то, что надо соответствовать. Соответствует. Нет, нет, да. Соответствовать надо, безусловно, но, опять же, пока мы ставим цели, опять же, такие, чтобы просто научиться правильно играть в гандбол. Подытоживая разговор, вот сейчас, находясь уже на должности вице-президента Московской Федерации гандбола, есть какие-то, ну, скажем так, задачи, о которых вот через год, ну, условно говоря, даст бог, мы там встретимся, например, в этой студии, да? Можно будет сказать, вот, Михаил, вы год назад сидели здесь, вот вы сказали, что будет так, так и так, вот чего удалось достигнуть? Вот чего хочется вот в этом году добиться? Какая цель в конечном итоге? Ну, в этом году, соответственно, как я и говорил, мы очень хотим снизить возраст набора детей, потому что это основное. Это прям вот ваша цель, что называется, да? Ну, да, сейчас это приоритетная задача лично моя, да, и как бы в целом Федерации. Сейчас мы тоже разговариваем, как это лучше сделать, и с департаментом спорта общались, и с институтом физкультуры. Вы имеете в виду с Гуляевым, да? Ну, я общался с Ратниковым, с начальником спортивного отделения. Ну, да, ну, то есть это оно? Да, да. С мозгом спортом? С мозгом спортом, да, соответственно, потому что мы, как бы, одно целое и практически делаем одно дело. Поэтому тут по-другому никак, только все вместе можем этого достигнуть, чтобы гандбол набирал обороты, можно сказать, да, и шел вперед, и возвращал те традиции, которые, к сожалению, немножко были утрачены, и те позиции, которые тоже были потеряны. Постольку поскольку в нашей стране и в нашем гандболе, и не только в гандболе, одно самое главное, в нашей студии появляются люди, которые, безусловно, как это вот, мне все время приходит в голову слово «обвешены», но обвешены не в прямом смысле, я имею в виду, которым принадлежат огромное количество разнообразных регалий, заслуженных регалий. Одно это говорит о том, что этот вид спорта может и должен вернуться на тот же самый уровень, потому что то, что было, оно может вернуться, значит, есть кому учить, в конце концов, есть кому, я не знаю, объяснить, и в конечном итоге вернуться на тот уровень, на котором мы были. Михаил, я вам желаю, на самом деле, большого терпения, вот как вы сказали, потому что мне кажется, что те цели, которые вы сейчас себе поставили, они посложнее будут, чем те цели, которые вы себе ставили в будущем просто гандболистов, да? Ну да, вернувшись со спортивной карьеры, перейдя на административную, конечно, окунаясь в эти все бумажные, скажем так, номенклатурные бюрократические проволочки, конечно, это такая… Иногда ведь наверняка хочется кого-нибудь взять за голову и кинуть в ворота, нет? Ну, не без этого, ну, приходится… Да, синяя карточка. Да, синяя карточка, да, и последующая дисквалификация. Да, нам это не надо, нам нужны победы. Спасибо вам огромное. Михаил Чапурин был у нас в гостях, бронзовый призер Олимпийских игр, обладатель Кубка, обладателей Кубков, чемпион мира среди юниоров, куча там самых разных титулов. Я выбрал эти три, потому что, мне кажется, они наиболее интересны, вот из всего этого. Значимо. Грандиозно и значимо, безусловно. Вице-президент Федерации гандбола города Москвы. Чего мы вам и желаем всем терпения в достижении цели, в том числе и в нашем гандболе. А встретимся мы с вами уже в нашей следующей программе, как я всегда говорю, в наш следующий будний день здесь на Спорт24. Счастливо. С вами был Александр Кузымак. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!